МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восцветая служба информации, толерадо и компания Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Мы, граждане Беларуси, сегодня стартовала все белорусская акция, просвеченная Дню Конституции. Праца повинна быть безпечна, и громадские инспекторы профсоюзов ведут мониторинг весновых полевых работ. Выходная худка. Гомель обломаемость рыхтуется до проведения первых в этом году электронных торгов. А зараза, в этом иншем, больше подробно. Мониторинг паховья працы подчас весновых полевых работ стартовал в Беларуси. Громадские проверки будут проводиться на протягу месяца. За этот час инспекторы побывают во всех господарках. Особливая увага будет нададена створению санитарно-бытовых умов для працующих и проведению держных огляду техники, якая будет заденешена подчас поселной. Разом с инспекторами працы областного объединения профсоюзов у рейд по Чачарским районе выехал наш корреспондент Олег Синцерову. У Гомельской области Чачарский район относится далеко полночных. На местовых палетках заросли, что лежит снег, а тому практически вся техника находится на так званой линии саготовности. Между тем, задание вызначено до 20-го кроссовика. В районе повинно быть завешено все базернивых до 10 мая кукурузы. У акционерного товариства «Звезда» на поселной подрактовали всю необходимую технику. За выключением работ, связанных с ремонтом складанной электроники, все зарабили уластными силами. Это больше. Там начали подкрыстаться послугами специализованных предприемцев. Сегодня гроши нечесть усев. Разум с ним такая загруженность могутностью сегасподприемства мая на увазе створения максимально обеспеченных умов працы. Хоть по час месячника профсоюзные инспекторы не только фиксуют порушения, а и оказывают практичную допомогу. Научив на практике опройти внимание на узкие места, мы все-таки думаем, это одно из тех направлений не только мониторинговой контроли со стороны профсоюзной инспекции, но главное – оказание помощи, практической помощи в работе по охране труда. В Учачевском районе техника на палетке вышла еще на минулом тыдне, а леполевые работы протягивались только два дня. Покурни почались и заморские. Зараз на некоторых участках вредится внесение удобрений, а лео в господарках подняются под часть массовой работы уже на наступном тыдне. Ведь годность леба не вельми высокая, треба не стратить час. Если не будет дождей и достаточно не пройдет влаги в землю, то не знаю, что мы в этом году какие урожаи будем получать, но хочется надеяться на лучшее. Полностью готовые до весновых работ и в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии Ролковича Агра, причем одночасово непосредственно с ремонтом значную увагу тут надали пытанием безпеки работников, починающих от створения належных умов на прационных местах до штуденного медицинского аграду водителям, а прочатого в этом году на усвой технице, якая будет перемещаться по дорогах, установили светлоотбивальные элементы. Ранее этого николи не робили. Клопотиться в сварении беспечных умов промышляет ситуация, як и у звязде у Ролковича Агра основный участок работных работ робили уластными силами. Денежные средства были выделены бюджетные, 32 тысячи, мы закупили запчасти и вся техника без посторонних организаций сервисных была подготовлена собственными силами. Ждем погодные условия. Как только позволят погодные условия, выходим в поле. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио компания Гомель, Чачевский район. Выгодная худка на быть нерухомость. Комитет Гомеля обломаемость рыхтуется до проведения первых в этом году электронных торгов. Иные объявлены на наступный ауторок 19-го соковика. До продажи готовые 11 объектов. Для удела у торгах зарегистровалося больше, как 25 удельников. Наступные электронные торги запланованы на 16-го красовика. На их выставят 10 лотов. У их лику два будинки казарма в Жлобине, котельня в Гомеле и три объекты в Гомельском районе. Усеяны выставляются на аукцион с максимальным снижением подшатковой цены на 80%. А кроме того, в этот день четыре объекты можно будет набыть усяго за одну базовую величиню. Наибольшь цикавые пропановы будинок Гомельского державного профессийного шмат-профильного лицея и летное поле в районе былого аэродрома у агрогородка Чирковича Светлогорского района. В дальнейшем мы будем проводить электронные торги каждый месяц, возможно, даже чаще, но по мере подбора, скажем так, интересных объектов, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов к участию в электронных торгах. Это удобный способ приобретения недвижимости. Удобство его заключается в первую очередь в том, что подать заявление можно в любом областном центре Республики Беларусь, а участвовать потом из любой точки, где есть доступ к интернету. Так само инвесторов могут зацекавить промысловые объекты предприемства Гомеля Аблбуд, размещенные на территории в области. Ближайшие аукционы по их продаже пройдут 18-19 22-го и 25-го Соковика. Круглый стол присвеченный 25-й годню Конституции Республики Беларусь и Института Президентства сегодня пройшел на юридическом факультете Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины. Удельники, студенты, выкладчики, представники улады обмерковали актуальные питания развития Конституции. А кроме того, подчас встречи у знагородзели студентов, якия перемогли в конкурсе СН на эту тему. Марина Джалая с подробностями. Валерий Стародубов учится на четвертом курсе юридичного факультета университета имя Франциска Скарины. Он добро ведет, что Конституция основной закон Беларуси тривала и надеяна. Но он, как живый организм, должен удоскональствоваться. К этой теме юнак присвятил свою эссей и стал одним из трех переможцев конкурса, которые с нагодой 25-ти года Конституции провели среди школьников и студентов Гомельских университетов. Я считаю, что на данный момент сама Конституция выглядит в том объеме, в котором она должна быть, но необходимо развивать различные подзаконные акты, законы, которые развивают действия Конституции и дают ей толкование и дополнение, что позволяет более эффективно регулировать право. Керавництво юридичных факультетов упевнено. Студенты, которые тут навучаются, навыдатно ведут с мест Конституции. И все ж таки им и школьникам, которые присутствовали на круглом столе и в будущем могут прийти сюда учиться, будет не лишним рассказать об истории створения закона, особенностях его функционирования, перспективах развития. Тот факт, что наша Конституция действует уже 25 лет, свидетельствует о том, что принята она была добротной, о том, что большие изменения в нее не вносились, это тоже говорит о том, что Конституция жизнеспособна, хотя, как для любого, наверное, как для любого организма живого, периодически требуется внесение туда каких-то изменений и уточнений, потому что у нас все развивается уже не такими темпами, как раньше, а семимильными шагами. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». На сцене и под аплодисменты. Сегодня 30 юнаков и девчата тримали пашпарты во врачистой обстановке. В 44-й гомельской школе собралися выдатники в учебы и промышцы конкурсов и олимпиад, активисты БРСМ с Шигуношного района «Гомеля». Акция «Мы, грамадяне Беларуси» стала традиционной и проводится на передо дни дня Конституции. Момент отримания документа грамадяне на Беларуси хвалюючий. Такий статус продоставляет новые правы и макшимостей для юных беларусов. Разом с тем, это серьезная отказность. 14-ти годовые подлетки начинают усведомлять себе больше дорослыми и самостоинными людьми. Получение паспорта дает как много возможностей и прав, так и множество обязанностей. Но для них сейчас в первую очередь это хорошо учиться и показывать высокие результаты в других значимых для них сферах. И самое главное, чтобы они были достойными гражданами нашей страны. Уси беларусская акция «Мы, грамадяне Беларуси», присвеченная Дню Конституции, пройдя во усих регионах. Потелки у дорослых життем молодые люди отримают с рук керавников законодавчей и выконавчей улады, громадских дечев и других заслуженных и авторитетных людей краины. 15-го соковика выдатников Гомельской области сберут на врачистую церемонию у громадско-культурным центры. Натары 15-го соковика будут консультовать бесплатно. Республиканская доброченная акция промеркована до святкования 25-го дня принятия Конституции Беларуси. Звернувшись в Нотариальную контору и Нотариальное бюро на протягу прационного дня, громадяне могут отримать консультацию по пытанях, которые входят в компетенцию Натары Уса. Это у приватности оформление спадшенных правов, складание завершания, шлюбных договоров, отчужение нерухомой майомости, проведение выканавших надписов. Вакансии рабочих и инженерных специальностей пропонуют на мини-кермашил Гомеле. Завтра об свободных прационных местах расскажут специалисты Гомсельмаша, Гомельдрева, Гомельского будовничного отреста и инших предприемствов. На сустречу запрашаются беспрационные и процоздольные грамадяне, не занятые у экономицы. Мероприемство пройдет с 10 до 12 годин в Управлении по праце, занятостей и социальной обороне на Пролетарской 18. В Беларуси стартовала республиканская акция Министерства по надзвычайных ситуациях День Безпеки. Увага всем. Ее основная задача – научить грамадян правильно поводить себя в выпадку погрозы життя и арендоваться в складанной ситуации. Акция пройдет два этапа. Первый в установах адукации протягнется и уроки безпеки с отпрацовкой планов эвакуации. У детячих и гандлево-забавляльных центрах, спортивных объектах и кинотеатрах будут працовать интерактивные пляцовки. Детям и батькам пропонуют пройти суместное тестирование с ручением подарунков. Другие этапы акции начнутся 21-го соковика. На втором этапе работники МЧС посетят сельские населенные пункты, где проведут безопасную ярмарку. В городе и областных центрах будет организована площадка «Безопасный двор», где небезразличные к своему здоровью люди в формате квест-игр, а также тематических дискотек смогут больше узнать о безопасности, профилактике чрезвычайных ситуаций и действиях в случае эвакуации. За справу! В регионе стартовала операционная акция Белорусского Республиканского Союза молоди. Активисты громадского объединения будут наводить парадок в парках, скверах, местах отпочинку и уздолж бероговых линий. Волонтеры приберут сметти, якое назбиралось за зиму и очистить территорию адрештка в снегу. Первый працовный десант волонтеров «Доброе сердце» почал работу на территории Валацева парков ансамбля. Пришел с друзьями и одногруппниками, которые работают, убрать территорию парка. Очень приятно убирать территорию, потому что мы сами тут часто ходим и действительно нравится смотреть, как здесь акция не ограничится только какими-то общественными местами. Также наши волонтеры будут помогать одиноко проживающим по уборке их дворовых территорий, потому что после зимы там надо навести порядок, очистить от мусора, где-то может еще убрать снег. У нас есть уже своя база, которым мы постоянно помогаем. Это и когда снег, да, когда вот уборка. Ну и всегда откликаемся на звонки, которые поступают в территориальный комитет. Инициативу подхопили во всех районных центрах в области. За два тыдни волонтеры планують навести парадок на 40 пляцовках. Усяго, у працовной акции за справу приймуть удел каля тысячи активистов БРСМ. Зворотный адлик Роунастадион засталося до старту других европейских гульня у Минску. Нагадаем, церемонии открытия мультиспортивного форума отбудется 21 червяня на стадионе Динамо. У споборництвах приймуть удел больше, как 4 тысячи спортсменов с 50-ти краин. И они разыграют амаль две сотни комплектов узнагород, а так само лицензии на Олимпиаду Токия. У Гомелес сегодня распачался первый чемпионат мытных органов Беларуси по волейболе. Турнир присвятили 25-ти годзю Конституции нашей краины. На протягу трех дней на паркете палаца гульнявых видов спорта за перемогу будут змагаться команды усех мытних Беларуси, а так само института повышения квалификации и переподрыхтовки кадров мытных органов. Усяго 10 коллективов. Два дни проходят гульни у подгруппах. Плей-офф отбудется 15-го соковика. На домашнем старте гомельчане мают намер поспрощаться за перемогу. Какое место занять? Мы, безусловно, перед собой задачи максимальные ставим, но если какая-то команда окажется сильнее нашей, мы тоже в обиде не будем, потому что это наши друзья, это наши коллеги, это таможенники, в любом случае победит спорт. Чемпионат по волейболе угоходить у календар круглогодовой спортакеяды мытных органов. Больше про спорт про з некольких хвилин у спортивном огляде с Максимом Савиным. А наш выпуск на этом завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Оступилась и провалилась под лед. В Хойниках случилась трагедия. В искусственном водоеме, который в просторечии называют копанкой, утонула 12-летняя девочка. Вместе с 10-летней подружкой она прогуливалась вдоль водоема. По нелепой случайности сорвалась с обрывистого края канавы и упала на лед, а тот не выдержал ее веса. Подружка стала звонить родителям и поспешила звать на помощь взрослых. Но когда те прибежали и вытащили ребенка, пострадавшая была уже без сознания. Врачи пытались привести ее в чувство, но не смогли и констатировали смерть от утопления. По факту гибели проводится проверка. Выясняется, была ли яма обнесена ограждением. Нужно особенно детям разъяснить опасность нахождения около этих всех водных объектов, которые могут привести к беде. А для хозяева или лиц ответственных за все эти карьеры, ямы и так далее, даже колодцы, необходимо им принять меры, чтобы доступ к этим водным объектам был воспрещен. ДТП с пострадавшим произошло накануне в Гомеле. В Новобелецком районе столкнулись легковушка и микроавтобус. ДТП оказалось серьезным. Потребовалась госпитализация пассажира автомобиля Volkswagen Passat. Микроавтобус, выполняя левый поворот, не предоставил права на проезд встречному автомобилю. Повреждения получили оба транспортных средства. В результате происшествия 18-летний пассажир, двигавшийся в автомобиле Volkswagen Passat, получил телесное повреждение и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. А сегодня на остановочном пункте столкнулись два пассажирских автобуса МАС. ДТП произошло около 8 утра на улице Интернациональной у проходной завода имени Кирова. По предварительной версии у одного из автобусов отказали тормоза. Он въехал в другой, а тот в свою очередь в маршрутный микроавтобус. Несколько пассажиров в результате аварии получили ушибы. По данным ГАИ за медицинской помощью обратились 11 человек, 9 после осмотра отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Ничьей с украинской командой Волынь футбольный клуб Гомель завершил учебно-тренировочный сбор в Турции. Сегодня зелено-белые отправились домой. В течение двух недель проведенных в Анталии подопечный Алексей Меркулова сыграли пять спаррингов. Гомель обыграл казахстанский Акжаик и финский Лахти с одинаковым счетом 2-0 и уступил украинскому металлисту 1925-01. С украинской Волынью и казахстанским Кызыл Жаром зелено-белые разошлись миром. Эти поединки завершились без забитых голов. Напомню, что 29 марта Гомель стартует высшей лиги чемпионата Беларуси домашним поединком против Гродненского Немана. В Гомеле сегодня завершилось первенство области по настольному теннису среди спортсменов 2001 года рождения и моложе. Турнир отборочный для участия в республиканском первенстве. Оно состоится в конце марта. По итогам этого старта будет формироваться команда для участия в первенстве Европы. Среди претендентов на поездку на континентальные соревнования гомельчанка Дарья Василенко. Областное первенство это хорошая проверка сил для юных теннисистов независимо от возраста. Сегодня гомельчанка София Сычева 2001 года рождения и моложе. А уже завтра отправится на республиканские соревнования. Там ее соперниками будут теннисисты не старше 15 лет. В каждом турнире тяжело играть, потому что присутствует волнение, которое немного перебивает, но все равно тебя как-то поддерживает. В принципе, все пока что идет неплохо. Надеюсь, что будет достойный результат. Путь к Олимпу юных дюдаистов из Белоруссии и зарубежья соберет традиционный турнир на призы заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Сергея Шундикова. Состязания пройдут над татами из Дюшор-Гомельского района в агрогородке Новая Гута. Участники борцы 2005-2006 годов рождения из всех уголков Беларуси, а также из России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Узбекистана. Награды разыграют в 11 весовых категориях. Поединки будут проходить 15 марта с 10.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.